День в день, час в час, минута в минуту, радио. Учёные бьют тревогу. Неизвестно, как дело повернётся, может ледниковый период начаться. Если человечество не предпримет реальных действий, в ближайшие годы нашу планету ждёт климатическая катастрофа. Потому что человек просто элементарно превращается в ледушку. Как её избежать? Да ну запретите вы пластиковые пакеты, от этого воздух чище станет. Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн ублекислого газа на душу населения. Слушайте по пятницам на радио.болтком. Авторскую программу Константина Рангса. Климат-контроль. Действительно, только что называется, открыть ящик Пандоры. Всем ещё раз доброе утро. Начинается программа «Климат-контроль». И с нами на прямой связи морской геолог, учёный, журналист, пишущий о науке Константин Рангс. Константин, здравствуйте. Доброе утро. Мы видим, что происходит в городе. Всё засыпано снегом. К сожалению, там не везде хватает дворников, какие-то даже буквально такие узенькие дорожки. Весь город стоит в пробках, поскольку транспорт задерживается. Понятно, что тут не до велосипедиста. Хотя я видел сегодня одного велосипедиста. По всей этой жиже, по снегу ехал человек. Ну, это, по-моему, была доставка еды. Поэтому здесь понятно, что приходится выходить на работу в любых погодных условиях. Обещают и минус 12. Тут, конечно, вопросы сразу возникают. Ну, я понимаю, что идеи глобального потепления как-то сразу подвергаются сомнениям. Потому что мы видим, что впереди такая суровая холодная зима. Что происходит? Какие прогнозы вообще на ближайшее с погодой время? Ну, вот если посмотреть список погодных, то можно сказать, что нам-то еще везет. Нам еще везет. Потому что у нас не так много выпало снега. А вот, например, жители Владивостока и Хабаровска, и сопредельных китайских территорий Маньчжурии, они получили полторы-две месячных нормы осадков за одну ночь, по сути дела. Там выросли огромные сугробы, пробки, естественно. Ну, и сейчас этот циклон коснулся Сахалина. Сейчас он ушел на Камчатку. В данный момент Камчатку и Чукотку засыпает. Ну, Аляска тоже сидит, ждет, что называется, у моря погоды. Прекрасно понимает, что скоро и дойдет и до них. Конечно, уже будет более ослабленный вихрь, но тем не менее. Так, у Канады тоже был снежок. Очень, так скажем, хорошо прошел снег в Центральной Европе. Сейчас, правда, там дожди. Это нас тоже ждет, но через неделю. Вот сейчас такой, в общем-то, прогноз более-менее, что до следующей пятницы, до следующей субботы, может быть, у нас будет температура такая. Минус три днем, минус девять, минус десять, а может даже и ниже ночью. Вот туда-сюда. И все время будут идти осадки, периодически. Периодически может проглядывать солнце, но все равно. Зато потом придет новый вихрь, и вот тогда-то мы как раз получим порцию тепла. И тоже где-то, наверное, недельки на две. Числа до двадцать седьмого. То есть может получиться, что никакого white Christmas, белого Рождества не будет, а будет даже вполне себе дождливое Рождество. А вот какой будет Новый год, потому что тогда может быть и снежные заносы, и гололед, сказать очень трудно. Все чаще говорят о том, что вполне возможно, что такая зима и будет. То есть будут периоды мощных снегопадов, похолоданий, а потом будет опять такое четкое явное потепление. В общем, это очень плохо для сельского хозяйства и вообще для природы. Вот так можно сказать. Это очень плохо, потому что гибнут озимые, то есть теплокультуры. Я почему говорю, потому что многие уже не знают, что такое озим. Это те культуры зерновые, которые высадили перед зимой. Они успели подняться, и они как бы растут в ожидании снега, под которым будут зимовать до весны, и сразу, как только снег сходит, они тот же идут в рост. Это как бы первый урожай в наших широтах. Так вот, если будет вот так вот снег, а потом будет дождь, а потом будет мороз, который их просто убьет, вот тогда это означает, что по весне, так скажем, успешных сборов урожая просто-напросто не будет. Поэтому это очень вредит плодовым деревьям. Ну тоже, они не знают им просыпаться или засыпать, или вообще что им делать-то. Представляете себе, были же такие прецеденты, когда зимой цвели яблони, а потом приходили морозы в феврале, и все, сезон пропадал напрочь. Так что, в общем-то, радоваться таким скачкам погоды не приходится, и вот это как раз и есть та самая нестабильность глобальных изменений климата. О чем, собственно говоря, речь идет. Потому что глобальное потепление, у нас все говорят про глобальное, про протепление, но мы как-то забываем слово глобальное. Глобальное – это средняя температура по больнице. Вот так вот, можно сказать. И ясное дело, что да, вот она растет на один градус, но вот по больнице это много. Это означает, что лихорадочных больных стало очень много. Но в том-то и дело, что рядом есть люди выздоравливающие, у которых нормальная и, прямо скажем, пониженная температура. Вот тут очень важный момент. Я уж не говорю о тех, кто отмучился. Так что, в общем, система на самом деле очень неприятная. Вот посмотрите, вот будет идти вот такая зима туда-сюда, а потом, когда посчитаете средние температуры, то выяснится, что, может быть, зима была как нормальная зима, но с небольшим превышением на 0,2 градуса. Вот как бы казалось. Но вы же помните, что там болото было, дожди хлистали. Но вот эти плюс 5, плюс 7 компенсировались днями, когда было минус 15, минус 2. Вот и вся игрушка. Понимаете? Вот поэтому, когда начинают говорить о потеплении, не нужно думать, что потепление – это вот как было 2 года назад. Это не обязательно такое может быть. Мы сейчас ожидаем, как нам обещают синоптики, что будет у нас вот такая вот температура ерунда. Но, извините, делю нам снега и зимы настоящие обещают. Так что, ежели хотите получить удовольствие, то у вас неделя в запасе. Но вот эта вот нестабильность и скачки, они характеризуются… Ну, в последнее время становятся всё более такой вот скачкообразной погодой. Или такое же наблюдалось, ну, не знаю, как в исторических каких-то периодах? Нет, ну, в исторических… У нас же почему такие скачки? Эти скачки происходят от того, что приходят циклоны. Циклон приходит, и он же крутится, этот вихрь, против часовой стрелки. Он очень большой, это несколько тысяч километров он может захватывать, когда он крупный. Если мелкий, ну, тысячу, но это тоже расстояние. И вот смотрите, что получается. Вот крутится этот вихрь. Ну, представьте себе колесо, которое движется против часовой стрелки, вращаясь, но движется с запада на восток. Вот он подходит к нам. Что получается? Ветер южный. Потому что он захватывает тёплые массы воздуха где-то в Средиземноморье, тянутся к нам, но они потихоньку остывают, но всё равно мы получаем порцию тёплого влажного воздуха. Сначала идут большие хлопья снега, вот это очень характерно, а потом идёт дождь. Циклон смещается на восток потихонечку. Что получается? Меняется направление ветра. И через некоторое время, когда оси циклона, глаз его прошёл на восток, туда в Россию, то он, этот циклон, на заднем своём, так скажем, заднем вихре, он уже тянет северный воздух. И к нам приходит похолодание. И вот дальше приходит новый циклон. Либо может прийти северный антициклон, и тогда как бы погода более-менее стабилизируется. Но если циклоны идут один за другим, то колебания будут. Вопрос в другом. Какая будет интенсивность колебаний этого маятника температурного? То есть если это, условно говоря, плюс один, минус пять, да, вот как-то так, да, или там минус десять. То есть вот это колебания идут, и доходят, знаете, как вот я помню в годы моего детства, ну это больше, чем полвека назад было, оттепель, говорили. Оттепель была около нуля. Вот понимаете, вот допустим, возьмем вилку, двадцать градусов, или даже от пятнадцать. Вот будет потепление, вот теперь плюс один. Ну слушайте, плюс один, уже начинает все капать. Так ведь? Оттепель, да? Но обратное, конец, минус пятнадцать, слушайте, вполне хорошая, бодрящая температура. Особенно в наших влажных, ну, широтах. У нас же не Сибирь с низкой влажностью. У нас пятнадцать градусов минуса стоят как минус двадцать пять, особенно если ветер еще дует. Ладно. А сейчас что получается? Сейчас получается, что вилочка подрасширилась, допустим, там не пятнадцать, двадцать градусов стало. И плюс теперь у нас, плюс один градус, а плюс четыре градуса. А минус стал не минус пятнадцать, а минус шестнадцать-семнадцать. То есть вроде бы качели-то качаются, только раньше это были другие качели. И, как говорится, центр вот этого качания сместился. И вот теперь, видите, какая интересная ситуация получается. Корабли остановились в Арктике, замерзли. Там холода. А до этого было слишком тепло. И вот на мою голову. У нас, между тем, звонок. Я забыл объявить номера телефонов. Шесть семь двести двенадцать девяносто три девять. Шесть семь двести тринадцать девяносто три девять. Здравствуйте. Доброе утро. У меня такой вопрос будет к вам. Вот у нас, когда выступают наши деятели латвийские, это всегда, если внимательно слушать, всегда получишь удовольствие. То есть всегда будет первым. Вчера люди жаловались на плохо почищенные дороги. Я вот выезжал трассу, значит, по семь. Ну, на Бауску, на Европу вроде бы, да. Уже не почищена была с утра. И люди, значит, обращались, что совсем плохо. Только началось вроде бы первые дни зимы. И выступал стакис на Риге. И говорит, «А вы знаете, сколько это стоит?» И вот он называл цифры. Значит, если 10 сантиметров это стоит 200 тысяч в день, если там 30 сантиметров, ну, не важно, это стоит 300 тысяч в день. И на ЛР-4, как вот станция, значит, прогосударственная, там, Иванов, он говорит, «Вот, понимаете, такие деньги, как это?» И вот у меня к вам вопрос будет. Вот вы хорошо знаете Эстонию и Финляндию. Там же, вот, значит, снега нет. Это я иронизировать пытаюсь, да. То есть там это денег не стоит. Ну, там, наверное, все-таки уверен, убежден, что в Финляндии 100% и в Эстонии тоже почищено лучше. Если вы цифры не знаете, вот эта зависимость, значит, столько-то сантиметров снега, столько-то это стоит, то хотя бы как вообще вот это там выглядит? То есть у нас уже, значит, дорого и чистить не будет по стакису. Но там-то это не так. Вот что вы можете на эту тему сказать? Спасибо. Спасибо. Ну, вы знаете, я могу сказать, что 20 лет тому назад, когда уже 21 год, когда я приехал в Финляндию, была моя первая зима там, конечно, был поражен тому, как оперативно финны начинают чистить дороги. Они уже чистят их, когда снег идет. То есть они имеют прогноз. Машины выходят не тогда, когда закончился снегопад. Они выходили, когда снег еще шел. И чтобы, как говорится, если постоянно ездить, тогда, собственно говоря, и дорога не заносится. Но имелось в виду главные трассы. И опять же надо сказать, что финны очень организованные люди. И когда они, значит, начинались, то там дворы, где вот по соседству были, даже многоквартирные дома, народ бодро выбегал с лопатами. У всех свои лопаты были. У них, у кого не было, тому выдавало, скажем, жил товарищество. И все, как муравьи, быстро-быстро все раскапывали. Слушайте, детишки маленькие с ведерками снег носили. Но это смысл был какой? Общий труд, быстренько, знаете, вот, кстати, субботники-то там появились. В Стандинавии. И вот они вот это все расчищали. Потому что было ясно, что никакая техника в такие... А тем более, учтите, что Хельсинки, он на таких увалах гранитных расположен в многие районы. Туда просто вы с большим таким крутим самым снегочистителем просто не заедете. Но это было раньше. А вот где-то лет шесть назад была сильная снежная зима. И вот я помню вот этот кошмар, когда люди пытались подняться по лестницам к станции метро. У меня фотографии есть. Если что, как говорят, я за свои слова отвечаю. А они все были обледенелы. И было непонятно, как подобраться до поезда. Представляете ситуацию? Но опять-таки, тащили друг друга. Вот там здоровые мужики были, тащили старушек на себе буквально. Вот реально. И, естественно, в поезде стоял такой финский мат-перемат по поводу того, что творится. Но когда мы приехали в центр города, мы поняли, что это еще были цветочки. Потому что были занесены входы в магазины. И пытающиеся эти бедные продавцы, они там тоже в фуфайках, пытались откопать эти входы в магазины. Потому что были засыпаны и тротуары. Финны ездят на велосипедах и зимой. У них специальные шины велосипедные с шипами. Знаете? Но, так они и там, их просто ветер сдувал, а вот едешь по велодорожке, а через нее такой снежный заструг глубиной в метр. Вот они слезали, переползали через этот снежный заструг, ну, типа, как такая снежная дюна, ну, и пытались ехать дальше. Естественно, вечером того же дня во всех финских каналах Хельсинки шел разговор. Что случилось? Где техника? А выяснилась следующая вещь. Было несколько относительно теплых зим малоснежных. И пришла в голову мысль, что поскольку идет глобальное потепление, зачем нам нужна мощная тяжелая техника? Давайте закупим много маленьких машинок, с помощью которых будет, у нас есть люди, которые будут, значит, с этими машинками все чистить. Идея была хорошая, но выяснилось, что машинки справляются только с определенным объемом снега. И вторая проблема оказалась, оказалось, что далеко не все люди могут справляться с ними. Там в том числе такие экзотические объяснения были, что, допустим, у нас в основном дворники, уборщики или выходцы из южных стран, из Африки, а для них снег — это катастрофа. Ну и мороз. В общем, это был очень серьезный вопрос, и об этом серьезно говорили. Но важно что? Вот смотрите. Важно то, что потом решили, что нужно все-таки иметь в запасе тяжелую технику, и нужно подходить к этому вопросу более, так скажем, организованно. И еще очень важный момент. Нужно искать нестандартные решения. Вот сегодня по всем новостным каналам идет информация из Копенгагена. Там снежный заряд был. И что получилось? Люди, которые приехали в магазин Икея, они не смогли выехать, потому что пока они ходили по магазину, их машины остались засыпаны. Ну так и работники тоже не могли уехать. Ну что делать? Так вот весь вопрос, что отправлять людей можно закрыть магазин и сказать, идите вы снегом. Так вот, ну, вдаль снежную, да? А можно сказать, слушайте, у нас в магазине стоит 100 кроватей, у нас внутри ресторан с запасом еды на 5 дней вперед. В магазинниках там, да? Так давайте всех, пусть все лежат на этих кроватях, на выставочных, потом перестелим, да? А в ресторане покормим людей, персоналы, вот эти, сколько их там было, 40 с лишним человек, которые не могли уехать. Потрясающая история. Вот, и что это показывал сегодня Евроньюз раннего утра. Так вот, посмотрите, это же просто-напросто, так скажем, творческий подход. если, так вот сложились такие ситуации, но давайте все-таки будем друзьями, как говорится, будем друзьями поддерживать друг друга. Поэтому я что хочу сказать, что, конечно, там у них стараются, и у них есть очень богатый опыт, у тех же финнов, скандинавов. Норвежцы тратят, писали, в прошлом году 260 миллионов, кажется, потратили на уборку снега. У них тоже эта проблема. Но, тем не менее, с одной стороны, это всегда надо закладывать в бюджет, а с другой стороны, ясное дело, что нужно думать как бы вперед, к чему это может приводить. И вот сейчас я слышал, что уже разговоры идут такие, что если у нас снега, вот о чем мы говорили, Олег, в отношении ливней, если снежные вот эти у нас поступления осадков будет не размазанное в течение года, когда, что называется, достаточно раз в день подписти, и вот и все, а будет вот такими вот залпами, ведь что у нас впереди, вот я вот о чем говорил, через неделю что у нас будет? Через неделю, когда будет плюс два, обещают, у нас будет потоп. В городе реальный потоп, во многих местах будут огромные глубочайшие лужи вот с этой кашей. Причем именно то, что это не просто лужи, а еще каша снега, через которую очень тяжело пробраться. и все грязь будет туда, вот частицы грунта. Мы же, извините, на песке, на глине стоим, стоит наш город, поэтому все это туда смешается. И вот эта вот масса, вот с этим будем как-то жить. До тех пор, пока, дай бог, все не высохнет, поднимется в воздух пылища, а потом ударит мороз, пойдет или пойдет снова снег. То есть, условно говоря, надо понимать, что если сейчас у нас снег, а потом будет откипеть, значит, у нас будет потоп. Вот, может быть, и ждут, потому что, вот я видел фотографии расстроенных велосипедистов, которые говорят, что дорогу, проезжую часть грейдерну шли, а велодорожку не прошли. Да, велодорожки завалены снегом. Завалены снегом. Ну, ребята, если вы призвали людей садиться на велик, да, и ехать на работу, везти детей в детский сад на велике, то какого дьявола вы не почистили дорожки велосипедные? Вот, ну, если это принято транспорт, представьте себе, если бы, допустим, взяли и сказали, мы чистим транспорт только для автобусов и троллейбусов, а вот в центральной части тоже Бривибас, мы чистить будем, потому что она не для автобусов и не троллейбусов. Ну, как бы это выглядело? Вот, а тут получается, сначала два года уговаривают полтора людей съездить на велосипеде, а потом выясняется, что выпал снег и никто не будет об этих людях заботиться, но у нас нету грейдеров для велосипедов навесных. Понимаете, ну, ведь на самом-то деле есть специальные машинки по ширине вот, вот, кстати, в той же самой Финляндии вот есть вот эти машинки, они же по ширине как раз стандартная велодорожка, они едут и чистят велодорожки. Но они сейчас тоже, тогда у нас должны быть такие машинки со специалистами, водителями, которые могли бы аккуратненько все это дело почистить. У нас между тем еще один звонок, да. Здравствуйте. Да. Говорить, пожалуйста. Вы видите, да, как мы, доброе утро. Доброе утро. Видите, как мы плотно приближаемся к демократии, вот, это, ну, демократия, как в моем понимании, это услышать меньшинство, вот, если мы сейчас выйдем на город в Ригу, в центр, то мы, давайте, посчитаем, сколько велосипедистов будет. Вот, вчера по новостям RL4 там показали этих велосипедистов бедных, ну, и сами, наверное, камерой бегали и искали, вот, в общем, объектив, им попало всего лишь три человека, ну, вот, ради трех человек в день, да, пускай будет десять человек сделать такую шумиху, что у нас не почищены велодорожки, да, и в них надо вложить в бюджет двести тысяч, скорее всего, там, люди руки потирают, когда есть такой снег, что можно, чем больше потратить, тем больше можно заработать, да. Понятно. Вопрос не двести тысяч на велодорожке, велодорожки-то можно чистить, по идее, было бы, поскольку они у нас зачастую просто разлинованы, просто прочистить, как раньше, чистили на всю ширину дороги, это раз. Второе, то, что касается велосипедистов, касается и пешеходов. Вот, у нас, когда был листопад в сентябре месяце, мы говорили о новых нормах, сколько, какая ширина должна быть тротуара прочищенная, да, так вот, собственно говоря, тротуары тоже надо чистить, не обрабатывать их надо. А у нас, кстати, в центре города очень многие участки просто не почищены, там чувствуется, что очень узкая дорожка на одного человека проделана, ну, то есть, просто, чтобы пройти. И, очевидно, просто из-за недостатка дворников, я подозреваю, конечно, потому что сейчас возникли ведь проблемы, говорят, что не хватает там очень большого количества дворников из-за того, что дворники обязательно должны быть вакцинированы, и часть людей не хотели вакцинироваться, и вот внезапно возник дефицит дворников. Ну, знаете, надо сказать, что дворники, это работа очень тяжелая, на самом деле, физически, особенно, когда со снегом имеешь дело. Не случайно ведь, например, есть даже такое понятие, как инфаркт человека, который зачистил снег у себя на дворе, то есть, в принципе, заниматься чисткой снега должен человек здоровый, физически, с крепким сердцем, это очень тяжелая работа, и надо сказать, что очень многие люди, они не хотят заниматься ручной работой, для этих целей и закупаются всевозможные маленькие мототехники, которая позволяет им как-то облегчить эту работу, это тоже как бы понятное дело. Опять же, видите, какой момент, если есть прогноз, что через неделю все растает, что особенно парится, ну, подождем, все растает, само по себе стечет. Вот логика же и какая? Это же тоже рассказывали, закупили новые техники Рижская дума по сколько-то лет 11 назад, да, а потом вдруг неожиданно снежные зимы закончились, а техника стоит, у нее аж амортизация, ну, надо сказать, что, конечно, можно призвать людей, создавать волонтерские бригады снегоочистки, да, это, конечно, тоже интересная вещь была бы, но на самом деле что-то небольшая вера, что люди как-то будут дружно в дружном порыве решать вопросы ошибок планирования, ну, городской власти. И опять же, тут же еще городская власть городской власти, но нужно учитывать, что наш город все-таки не совсем оптимален для, так скажем, меняющихся погодно-климатических условий. вот так, если говорить. Вот, мы уже об этом говорили. Проблемы с лимневкой, вот, она недостаточная у нас, не оптимальная, ее вообще нужно все переделывать. У нас, посмотрите, какой транспортный, это же страшное дело смотреть на все эти вайс и прочие инструменты, посмотреть, как у нас регулярно образуются пробки. Это все по одной простой причине. Мы, Рига, в транспортном отношении, это, прошу прощения, такая игрушка для котиков, кис-кис, бабочка. У нас же все сходится к мостам, вот, возьмите, мост Вантовый, это каменный мост, потом там, чуть южнее имеется, островной и какой-то, знаете, инвалид южный. Инвалид, потому что с одной стороны развязки есть, вот туда, Пурции, Плямники и дальше-дальше пошло, а с другой стороны он упирается в тупик, потому что дальнейшего выезда, который мог бы довести поток до Юрмальской трассы, до Залитуды, Риммонка, туда, нету. Все как бы молчат. Вот что-то слепили, вот такое. И если, допустим, человеку, он живет или работает где-то в западной части Риги, Южный мост ему совершенно не помощник оказаться в восточной части Риги, в юго-восточной. Совершенно не помощник. И все, и получается, что разговоры-то идут, а решения до сих пор мы как бы и не видим. У нас тут разрываются телефонные линии. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Главное утро красивое такое. И вот, знаете, Константин, вас так интересно слушать, и такие у вас, как сказать, человечные по миру пояснения, какая-то для нас информация. И вот, надо нам тоже брать пример финнов, и тут теперь уже, значит, наша городская хозяйственная власть дала пример дворников уволить, что они не коронованные, и надо лопаты им взять в руки, показать пример, кто должен чистить после этого. Зимой и так дворники увольняются к зиме, да, на этот тяжелый период. А теперь решили их еще пинком под зад, и какая боль у них в душе после этого. Но я хочу вот к чему призвать, покормите птичек, синичек, купите семечек на рынке чищенных, нечищенных, подсолнечных, ой, как они любят, и вам радость будет, и детишкам посмотреть, на подоконник, на балконе, там, в какой-нибудь тапок, или в какой-нибудь старый чайник. Ну вот, еще что я хочу сказать, а вот эти бедные, несчастные беженцы на границе с Белоруссией, как же они там? Вы понимаете, что назад завезут их, им там секир башка, тут не берут, какие у них красивые детишки, и как много там этих детишек, и главное, что сказали, что Лукашенко типа детей, что у него инкубатор, подкидывает детей этим эмигрантам, вообще, и это, дошли до маразма эти новости. Спасибо, но тут скорее все вместе, в общем-то, в одну кучу, вопросов как бы нету, скорее, комментарий, да? Ну да, ну нет, но надо сказать, что да, действительно, есть разные подходы, но опять-таки, я повторюсь, что нельзя, нельзя сказать, что вот мы тут одни такие сирые, убогие, а вокруг сплошная радость и благолепие, вот как вот пример в тем же самом Хельсинки, но вопрос о другом, вопрос о том, что об этом надо говорить и те же самые городские власти, они должны каким-то образом проявлять себя, тот же бизнес, например, ну вот, не знаю, мог бы какие-нибудь наши латвийские предприниматели подарить, например, именной, именной, с рекламой, например, весь обвешанный рекламой, но какую-нибудь чистящую машину для пешеходных дорожек. Знаете, это же было бы красиво, с одной стороны, бы ходячая реклама ездила, люди бы видели, что вот такая какая-то компания беспокоится, а жители города все равно это, вот это полезная реклама, это не просто крутить по телеку, пытаясь вдолбить что-то людям в голову, такое тоже применяется, есть такие методы, но факт фактом о том, что мы должны сейчас думать уже даже, что хочу сказать, не о снеге, который будет всю эту неделю усыпаться, а о том, что начнется через неделю, когда все это начнет таять. Там есть же одна ошибка, опасность, повторюсь, что может прийти новый либо циклон, либо антициклон, и сначала все начнет таять, а потом резко замерзнет. И мы получим такой крутой гололедец, что, конечно, всем станет очень-очень грустно. Поэтому, как говорится, надо думать раз вперед, и если это не будет в декабре, то это все может повториться, как говорят специалисты, и в январе, и в феврале, и в марте, потому что с чем я согласен с нашим градоначальником, то, что у нас зима до апреля, длится. Это другое дело, что у нас в начале апреля еще зима, а в конце апреля уже лето, может быть. Но факт фактом. У нас еще один, наверное, успеем принять звонок. Здравствуйте. Я очень горден. Александр Иванович, вы делаете нехорошее дело, когда повторяете про растаять. Они же слышат растаять, растаять, и сейчас будут ждать, когда это растаять. Вы не правы здесь. Но это ирония, конечно. Все хорошо. Спасибо. Ну, знаете, было бы вообще страшно, предполагать, что они не знают этого. Что снег растает. Они услышали, что на радио сказали, что растает, они тут же все бросили и сказали, ну, и пусть оно так и тает себе. Это был бы кошмар полный. Нет, ну, в принципе, просто я что хочу сказать, что на оптимистической ноте, что нам обещают неделю снежную, и по крайней мере, вот как заметила наша слушательница, нас ждут красивые виды, вот у нас будет впереди снежный красивый уикенд, если у кого есть возможность, обязательно куда-нибудь съездите, полюбуйтесь, порадуйте детей, покатайтесь на санках, во всяком случае, это хорошо, это, как говорится, соответствует нашим классическим культурным нормам. Спасибо огромное. Программа «Климат-контроль» и Константин Рангс, морской геолог, ученый, журналист, пишущий о науке, был сегодня с нами. До следующей пятницы. Хорошей недели. До свидания. Вы слушаете радио Болткома.